На сцене Донецкой муздрамы состоялся большой юбилейный концерт 80 лет спустя заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца Донбасс. КОНЕЦ Этот концерт особенный для нашего коллектива и, я думаю, для всех жителей республики, потому что концерт мы посвятили 80-летию со дня первого выступления шахтерского ансамбля песни и пляски, который был 15 июня 1938 года. Он особен тем, что у нас будет сегодня шахтерский вальс, который написал Дунаевский, и эту песню будет исполнять наша солистка Виктория Струкова. И эта песня была исполнена еще 80 лет назад, именно на первом концерте ансамбля Донбасс. Тогда был руководитель Дунаевский, он написал эту песню, и у них была премьера. КОНЕЦ Вы знаете, я работаю уже очень давно, поэтому для меня это вдвойне, это мой дом, моя семья, мои родные люди. Донбасс, мой Донбасс, цвети наш любимый Донбасс. На концерте были представлены премьерные номера, хореографическая постановка «Шахтерские дворы», вокально-хореографическая композиция «Вдовы», новые песни, исполнение солистов ансамбля Виктории Струковой и Евгения Васькина. ПЕСНЯ 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 Показаны шахтерские дворы, то есть та жизнь в Юзовке, которая была еще 80 лет назад, раскрыта тема шахтерская. Это трудовой Донбасс и кадрили «Шахтерские дворы». Что там интересного? Там именно кадрили краковяк, которые танцевали еще в то время люди. Да, там три кадрили представлены в этом номере. Очень интересно, да. И как взаимоотношения, как раньше было, одни положительные шахтеры, другие такие немножечко балованы. И вот у них противостояние. Очень интересный номер. Мой муж делает там трюк, называется бедуинский. Он делает это с гармошкой в руках. Технически очень сложно. Сам трюк бедуинский трудно. А с гармошкой в руках это вдвойне тяжелее и вдвойне эффектнее смотрится со сцены. У меня там больше актерской игры, больше эмоций. По технике особо этот номер несложный. Там нужно отдаться душой. Конечно, это все очень волнительно. Даже первое выступление и вообще последующие выступления. Но это на самом деле очень разные вещи, училище и работа. Там намного ответственнее все в работе именно в ансамбле. Ты не солист, ты одна общая масса. Ансамбль переводится как «вместе». И поэтому это намного сложнее, чем вообще учеба. Выходить на сцену танцевать для зрителей – это как своя сказка, можно сказать. Обыденная жизнь, вот там вот, на улице где-нибудь. И это совсем как другая реальность, выходя к зрителю. Совсем другие эмоции, другие ощущения. Человек становится другой, когда выходит на сцену. Он один за кулисами там и совсем другой, выходя на сцену. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Затем у нас раскрыта тема «Геройка». Геройка – патриотическая тема. Мы восстановили военный номер «Монумент». И на песню «Пропавшим без вести» поставили композицию «Вдовы». Это уже у нас получается военно-патриотическая. А дальше у нас представлены в концерте национальности, которые проживают на нашей Донецкой земле. Это и греки, и цыгане, и евреи. Но сегодня у нас еще гопак будет. Праздник у коллектива, праздник и у меня, потому что я 40 лет работаю в ансамбле. Я сначала танцевала 20 лет, а сейчас балетмейстер. Вот уже 40 лет. Для меня это большой праздник, что я имею отношение к 80-летию ансамбля. Я очень счастлива, что моя жизнь сложилась именно в моем родном коллективе. В новой программе, кроме артистов, коллектива «Юбиляра» приняли также участие воспитанники хореографической студии ансамбля «Донбасс». Сегодня впервые на сцене вместе с профессиональными артистами выйдет наша хореографическая студия, которая была создана год назад, в сентябре месяце. И вот уже за этот год мы увидели, что наши воспитанники готовы выйти на сцену и показать то, чего они достигли в стенах нашего ансамбля. У них будет один номер. Это хоровод «Лебедушка». Как вы понимаете, за год до уровня студии ансамбля «Донбасс» очень тяжело доходить, поэтому вот один номер ребята подготовили. Я надеюсь, что они нас не подведут и выступят на уровне, на довольно-таки высоком. Всегда практически была в нашем ансамбле студия, где мы воспитывали детей для себя, для своего коллектива. Тогда, когда случилась у нас вот эта война, все это дело поломалось. Сейчас, в прошлом году мы набрали первый год, работаем две группы с 6 лет до 12, и с 12 до 15 лет. То, что мы успели сделать, это старшая группа, младшую пока на следующий год будем показывать. Есть своя сложность в хороводе для того, чтобы все время на мышцах надо плыть. Если в обычном танце можно где-то расслабиться, где-то добавить усилий, то здесь постоянно на мышце, постоянно, в общем, они должны, вы видели, как березка работает, вот эта система, они должны плыть, как на лодочке. Это самое сложное, и по большому счету дети справляются. Много поколений сменилось за это время, но за свою долгую творческую жизнь ансамбль не потерял юношеского задора. Разнообразие, эмоциональность, музыкальных ритмов, артистизм и мастерство исполнителей – это неизменные составляющие успеха коллектива. Я этот коллектив знаю с 69-го года. Работал долгое время в Зарево, есть такой заслуженный ансамбль, но этот коллектив я познакомился, познакомился, и все время он нас на виду. Это один из лучших коллективов Союза бывшего. Он входил, я думаю, в четверку, наверное, самых сильных коллективов бывшего Советского Союза. И потом, во время Украины, он был вторым по значимости. В общем, коллектив очень интересный, коллектив меняется, естественно, и репертуар меняется, и составы меняются, но то, что он остается на плаву и остается очень крепким, очень сильным, с хорошей самоотдачей коллективом, то это однозначно. Мне приходилось работать в этом коллективе просто танцором. Это было лет 40 назад. Раньше, я вам скажу, было больше народного такого, такого именно отцахи, знаете. А сейчас уже приносится больше сценического, народно-сценического. Уже обрабатывается танец, и получается, ну, все равно интересные, номера интересные. И, по большому счету, если номер хорошо читается, его обычный зритель понимает, я думаю, что это очень интересно и выполняет свою миссию танец, получается. История в том состоит, что наш коллектив жив, живет и будет жить. Благодаря тому, что у нас прекрасное руководство, которые смогли в трудное время не дать погибнуть коллективу, собрались и сделали программу, и у нас потрясающая молодежь. В общем, все будет хорошо. Ну, конечно, роста, процветания, выходить на международные рынки, да, скажем так, это у нас, как вот ансамбль «Березка» в России, это, как их называют, валютники, которые выступают за границей. Так и ансамбль «Донбасс» может выступать и работать в Российской Федерации и по всему миру, как это было и раньше. Ребята часто выступали в Испании, насколько я знаю, за границу очень часто ездили. Я думаю, нужно над этим работать, я думаю, над этим есть будущее. И почему я решил делать Краснодарский край, потому что, ну, в Россию, именно в Донбасс. Это, наверное, один и единственных коллективов, которым можно вывозить и на коммерческой основе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова